Добрый день, уважаемые подписчики и подписчицы! Герой нашего сегодняшнего короткого обзора Xiaomi Redmi Note 3. Я пользуюсь этим смартфоном третий день и могу немного рассказать о нем. Краткие технические характеристики. Задняя крышка аппарата выполнена из алюминия. Сверху и снизу пластиковые вставки для работы антенны. Экран выполнен по технологии IPS. Диагональ 5,5 дюйма, разрешение Full HD 1920 на 1080 точек. Операционная система Android 5.1.1. Оболочка MIUI версии 8. Смартфон поддерживает работу с двумя сим-картами. Восьмиядерный процессор Mediatek Helio X10. Видеокарта PowerVR G6200. Постоянная память для хранения данных 16 либо 32 ГБ. Оперативная память 2 ГБ версии с 16 ГБ постоянной памяти и 3 версии с 32 ГБ памяти. Интерфейсы стандартные Wi-Fi, Bluetooth 4.1, разъем microUSB для зарядки и синхронизации 3,5 мм, разъем для гарнитуры из нестандартного набора, инфракрасный порт для управления различной бытовой техникой и датчик отпечатка пальца. Датчик работает очень быстро по длевым углом. Количество некорректных распознаваний минимальное. Основная камера 13 Мп с автофокусом и вспышкой. Диафрагма 2.2. Камера пишет видео в разрешении Full HD. Фронтальная камера 5 Мп, диафрагма 2.0. Навигация GPS, поддержка Я-GPS и GLONASS. Честно скажу, не пользовался GPS, ничего не могу сказать о качестве и точности работы приемника. Ну и стандартный набор. Акселерометр, датчик освещенности, сенсор при движении. Батарея 4000 мАч. Отличная батарея. В режиме активного использования мне с головой хватает на полный день. Продажи смартфон доступен в трех цветах. Черный, белый и золотистый. У меня на обзоре, как видите, версия в золотистом цвете. По поводу сборки. Никаких претензий к качеству сборки, люфтов, скрипов, ничего такого нет. Качество сборки на твердую пятерку. Внешний вид. Ну, внешний вид на любителя. Мне нравится дизайн продукции Xiaomi. Пользуюсь их пауэрбанками и роутером. Ну, не пойму почему пауэрбанки и роутеры выглядят очень классно. А смартфоны, причем все, что впадались мне в руки, похожи на кирпичик. Наверное, разные дизайнеры разрабатывают разную продукцию. В общем, мне дизайн не нравится, но это мое мнение. Думаю, есть люди, для которых он идеален. Так, по производительности. Для любителей цифр в Antutu Note 3 набрал 45 тысяч попугаев. Для людей, которым интересны не цифры, а реальная производительность, для звонков, соцсетей, музыки, ютуба, просмотра видео до Full HD включительно, смартфон со всеми этими задачами справляется на ура, без лагов, зависаний, притормаживаний. Интерфейс работает плавно и очень шустро. Как я уже говорил, смартфон работает под управлением Android 5.1.1. В качестве оболочки используется стандартная для всех устройств Xiaomi, MIUI, версии 8. Сейчас у меня в руках версия для Украины. Здесь установлена глобальная прошивка. То есть в прошивке уже есть и русские, и украинские языки, и сервисы Google. Я не так давно делал обзор на Xiaomi Redmi 3S. Не хочу повторять сказанное, стандартное программное обеспечение на 95% повторяет ПО от Xiaomi Redmi 3S. Итак, качество приема сигнала Xiaomi Redmi Note 3 за два дня использования у меня не возникло никаких претензий. Вибрация хорошо ощутима даже во время ходьбы, когда аппарат лежит в кармане джинсов. Звук, качество музыкального динамика не порадовало. Привык к звуку в iPhone. Экран. Ну, IPS он и в Африке IPS. К экрану претензий нет. Хороший запас яркости. Хорошие углы обзора. Быстродействие. Достаточно и для соцсетей, и для видео, и для игр. Аккумулятор же один из лучших. У Wi-Fi приемника уверенный устойчивый прием. Камера. Честный, 13 мегапиксел. Не было времени сравнивать фото с разных камер, но мне качество фотографии и видео нравится. Сейчас цена на 16 гигабайтную версию Xiaomi Redmi Note 3 составляет примерно 4300-4400 гривен. Я считаю, неплохой аппарат за такие деньги. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok